Притяжение личности и его идеи, научное изыскание, все это притяжение огромное, говорил Васильевич Синафонтов. Поэтому в этом историческом сале собрались как раз те, я называю, элиты, люди, которым есть что сказать, есть что принести в какие-то предложения. Я попытаюсь очень коротко, но со своей стороны, сказать несколько таких слов в образе. Ну, во-первых, вот это притяжение, оно не только научное, не только деятелей элиты, а народное притяжение к его имени, к его судьбе, к его миссии. Вот я совершенно, вот, мальчиком еще в середине вчера, после свадьбы, он позор, не очень переделал, он мягнул, своим трюкам, оказывается, мне пробел все, рассказал все судьбы нашей, выдающейся, людей, народа Сазарова. В последствии, которая стала программой «Вобращенные имена». И он там пел, ну, по-моему, на Юнске, Максим Молков, институт Баразов, оказывается, сел он на Богу, смысл и о Богу. Но я тогда очень удивился, когда в своем пене сказал вот так, сказал, спел так. И вот, видимо, для мальчика, очень посидительного, это оказалось. Таким очень важным моментом здесь, конечно же, я всячески, как только появляется, где-то о слове Леи, как только появляются имена наших выдающих людей, попрощенные имена Михаила Владимировича, Галаев это очень сильно поддержал, первым нашим президентом. И вот один другой момент, вот его притяжение. Как говорил Васильевич, всегда и тогда, и сегодня, лучше, чем будут действовать на луны, и так далее. Идет спектакль. Спектакль, кстати, он не главный герой, как вы говорите, да? Там главный герой-то как раз маялся на то, а потом, значит, и отец. А он-то появляется почти, может сказать, в финале. Но вот когда, я каждый раз прихожу на этот спектакль, который идет неизменно с большим анфлагом, я прихожу к финалу этого спектакля каждый раз. Хочу услышать, увидеть один момент. Я один такой мизоцинический. Ну, его отец в исполнении, собирается Васильев, введет книгу и кладет на стол и говорит научные труды. Потом говорит, шаманизм. Потом говорит, еще раз, следующую книгу называют. Но когда он называет Уран, айсаблык не дадут, обязательно в этот момент зритель зал аплодирует. Я все время думал, почему аплодирует зрительство, а особо никаких там о народе, у народа сахара, у зрителей. У меня души, в глубинной памяти, в глубинном народе, в глубинной культуре есть вот эта благодарность за науку, за трагическую судьбу ради народа. Вот этот момент он всегда в благодарном находится. Поэтому зритель аплодирует ему, его труда. Вот этот момент тоже для меня очень важен. Ну и хочу в завершении предложить такую, поскольку сама, как же, сама, ты судьба и научные трубы Ксенафорта Васильевича, они до того актуальны сегодня, что вот сейчас, ну откройте в WhatsApp, откройте сейчас любое издание, и до сих пор идет и спор, и разговор о том, что происходение в этой грязи народа сахара, и этот процесс идет. И нам надо потихоньку начинать определяться. И в этом плане я подумал о том, что нам необходимо вокруг его альнояда, и вокруг этой темы собраться. И вот сейчас как раз здесь сидят ученые, очень люди, у которых есть свои видения, нам надо собраться и попытаться в некоторые главные постулаты региона народа сахара определиться, договориться о чем-то. И вот Институт географии развития, в котором я исполняю обязанности генерального директора, предлагает провести такой форум под названием «Элья-форум». И на этот форум под названием «Элья-форум» давно аплодисменты не получал, я еще раз обращаю. А это просто ответственность сегодняшнему направлению работы, общей нашей работы, Альцент Сергеевич, глава нашей республики, он недавно в своем послании предложил провести, создать программу, которая по исполнению основы геополитики по укреплению традиционно-российской уходной национальной ценности. Это указ президента России. Он предложил правительству буквально в ближайшее время, в начале марта, эту программу составить. И мы, я думаю, что вместе, когда мы сядем и опоздуем основные постулаты и основные геологии этой программы, мы принесем особое нравное развитие нашей республики, особую веру. Спасибо.